В общем, нашла такую заводь хорошую. Я здесь сейчас искупаюсь. Там, где шла, где родник, я там помыла голову шампунем, мылом помыла, где можно было, как смогла. А сейчас полностью здесь полосусь, помоюсь. Возьмите. в воде прохладно уже вечер холодно холодно вообще вода довольно прохладная не ледяная но прохладная так как уже вечер холодно довольно я сейчас короче мылась и шакалы выли прям вот тут рядом где-то недалеко не знаю на камере не слышно из-за зурчания воды мы у местных спросили кто это водит они нам сказали шакалы и что медведи здесь ходят и шакалы и волки есть у шакалов больше всего вот так вот так у нас палатки спрятаны прямо у речки стоят красиво так смотрится лагерь там вон костерок уже вижу петя разжег пока я мылась костер горит собаки ждут вот сейчас я свой котелок тоже повешу как раз я замерзла сейчас погреюсь у костра повешу котелок свой кашку варить на меня и на собак вот так проходит каждый наш вечер и утро и такие отвернулись сразу это не мы оба главное это мальчик это девочка черная девочка мы их накормили мы с петей сварили вон рожки с тушенкой на них сварила я кашу на них сварила мы все это смешали и на всех поделили конечно им это мало ну хотя бы вот мы сейчас едим свою еду они уже свою съели и выпытывают у нас еще петя им хлебцов кучу дал они и хлебцы едят это вообще прям погоди короче там шакал пробежал и эти ринулись все туда ничего не видно как обычно да это тут уже не в судаке ночевать тут не только медведи и волны тут еще и шакалы дофига причем прям короче я подхожу вот там за этим деревом сейчас вижу глаза собаки светят тихо пес думала одна из наших собак а собаки наши все здесь вот они вот они и вон третья и только мы туда посветили сразу убежал туда шака прям получается вот тут вот рядом на том берегу через реку вон и вон они туда ломанули каши каши именно вечер наварили еще плюс к тому что они съели иди ешь белый вон поделили всем ну тут шакалы ходят они отвлекаются на них он лает потом съешь он лает он лает неудобно неудобно же и так время 22.30 мы пошли спать наконец-то тут шакалы прям ходят и ходят их прям видно но мы в темноте не успеваем снять то глаза видно пока камеру включишь все собаки их тут же не успеваешь даже ни звук не снять и особенно самого шакала пойдем завтра даже уранского водопада примерно около 12 километров для него идти вот выспимся потихоньку соберемся позавтракаем соберемся и двинемся в путь все всем спокойной ночи вот вот кто у меня тут в гости пришел собака опять ко мне залезла охраняет меня прям конкретно и видимо так спокойней что ли маленькая так жалко ее малышка доброе утро земля сегодня собаки лаяли но не так не всю ночь мы хоть поспали немного выспались сейчас около 8 утра надо вставать завтракать собирать лагерь идти ночью был опять небольшой дождь в палатке смучил опять они сырые только подсохли собаки уже сидят ждут мелкая кстати все время со мной под тентом спала всю ночь ну че привет 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 радуется радуется привет привет ревность у них ревность ну все успокоитесь отстаньте меня что-то утро совсем не теплое прям достаточно прохладно даже кофту надела у меня еще белье не высохло вчера я постирала же все помылись мы вчера на стирались намылись вот и ничего не высохло вообще влажность очень высокая ночью все целевает все сырое пришлось сырое на себя надеть чтобы нам не высохло быстрее ну что сидим ждем видите там варится несколько каш в пакетах собакам и ему собакам и Пете будет собаками есть а у меня заварочная вот такая льняная с овсянкой еще решки туда накидала такие семечки какавка еще будут хлеб со сгущенкой и конфеткой и и там там это 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 не в каша горячая эти главное едят потихоньку этот хочет есть и не может на горячую скулит аж от несчастья мужа практически лагерь собрали после нас даже дровишки останутся я сейчас под стол спрячу от дождя такая стоянка после нас останется мы лавку сделали пеньки принесли костровище сделали стол сделали еще и дрова останутся короче хорошая такая стоянка у нас останется чистенькая мы тут прибрались эти морды наелись и вот так довольны и сопят петя бросил в карту играть сказал больше не буду избавляется от погодных привычек в киндык оттуда у меня самую ею как-то мы там договоренно сделаем вот мой домик деревня хозяин этого места ля позовут у него индюшки тут подобрал нас у магазина привез к себе сказал располагайтесь здесь палатки поставим вот в тени спите очень медь как здорово тут у него где-то виноград растет он сказал можно есть вот палатки разрешил бесплатно нам поставить до магазина нас довезли военные они не разрешали просто снимать нас подобрали на автобусе на большом там полный автобус военных ехали вот они нас высадили у магазина петя зашел в магазин там взял воды там еще кое-что все покушать и вот там вот этот был мой мужчина ляпа его зовут он нам предложил довести нас до водопадов до каких нам нужно а потом вообще предложил расположиться у него на территории чтобы мы не боялись за свои палатки такие дела вот так мы расположились хорошо повезло нам под присмотром палатки будут никто не залезет тут вот фундук растет прям под фундуком мы встали и вот орешки они сказали что они фундуком свиней кормят мы его в 3 дорого покупаем они свиней кормят вот такие дела мы решили сейчас быстренько покушать пообедать что-нибудь такое быстро и пойдем до водопада до этого сходим хотя нам сказали что он тоже пересохший но мы все равно пойдем погуляем посмотрим что там как заварю себе два таких супчика смешаю один сбок или один тыквенный протеиновый и еще кисель заварю такой полезный для желудка нам сказали здесь есть петух который кидается мы боимся теперь встретиться то еще нападет у нас там вон там там игрушки вон там петух и там не один какой-то кидается старая машина стоит классная машина старая сейчас таких уже нет но не видимо на ней тоже уже не не ездит она просто стоит ну пошли искать водопад кабаны мамочка бежим петь дикие кабаны хороший боятся лужах належались такие чистые сегодня капец какая жара за 40 наверно солнце а утром так было довольно прохладно даже казалось что не будет такой жары это хорошо лучше жара чем дождь хотя для природы дождь тоже нужен тут такой поселок или деревня два дома стоит или три вот весь поселок хрюши гуляют вот эти курицы индюшки коровы мучат как люди живут где-то вот точно в жопе мира в Абхазии добираться вообще капец мы бы сегодня если бы нас не подвезли сначала военные потом вот этот ляпа мы бы до сих пор еще пожаре изнуряющие тащили эти рюкзаки по этой дороге вот по такой вот хорошо что люди добрые отзывчивые именно местные всегда готовы подбросить такую заброшку проходим все-таки природа берет свое уже зарастает здание там внутри вон деревья уже растут видно что здание очень старое из камня построен ой ну тут как всегда мусорка а так смотрите какие джунгли прямо в доме у меня вот такие места всегда поражают там вон корова какая-то холка так интересно когда вот так все зарастает вот здесь вот видно девушки вот светка вот видите как зарастает о хрюки хрюши тын 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 и турсливые такие оп 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 через кусты так и отвлеклась вот видите как зелень по стене вьется красиво люблю такие здания старые ну здравствуйте ну что это вы тут делаете а вот этот большой как панк у него даже хохолок и коми так ходишь гуляешь раз таки хрюши бегут там горы о ты чё не боишься ты не боишься нет боится ну самый смелый надо же крупный вожак видим вот видите с этой стороны вот это здание как заросло его вообще не видно полностью зелень заросло и вот еще несколько лет и просто здание этого не будет природа возьмет свое о сколько ежевики жаль неспелая вот такие колючки не подберешься мне уже парочку воткнулись пальцы ой первый раз увидела как мандарины растут они еще совсем тут зеленые вот они первый раз в жизни вижу мандарины на ветках ну что апельсин пахнет цитрусом да это апельсин или мандарин по дороге на водопад стоит мужчина с машиной и сам продает сам делает и продает мороженое клубника со сливками местная и газировка на травах тоже местная самодельная мы себе купили попробовать я вообще газировку не люблю не пью никогда это реально вкусно мне понравилось не то что в магазине 100 рублей вот такая бутылочка а мороженое 150 кстати деревянную ложечку мне последнюю отдал сказал больше нет петель пластиковая досталась попробуем мороженое вкусное оно вообще на мороженое не похоже но реально вкусное холодненькое у него сумка холодильник с собой решили прямо здесь в таком красивом шистом лесу посидеть и съесть спокойно мороженое которое реально очень вкусное эти тоже понравилось да петруха спустились вон оттуда увидела такую яму здесь думала пещера походу просто просто какой-то разлом видимо просто осыпались скал все провалилось вот так вот вот такой проход кладопадам там по дороге еще пещеры должны быть вот такая природная арка красивая и скалы такие все во мху деревья во мху не знаю что так до Такое ощущение, что это строилось людьми, может так оно и есть, потому что вот такие прям камни сложенные. Вон, кстати, арка, из которой мы вышли, тоже очень красиво. Очень интересное место. Вот так вот даже еле не пихта свисает над обрывом, как ли она практически. Очень красивые камни, а там вот идти интересно. Здесь мы спустились, тропа довольно скользкая, сырая. Ну, здесь вот тут попроще идти, не то, что мы в Пятигорске там лазили по тропе, которой нет. Вон, как красиво там свисает, живая изгородь висит. Здесь проход такой интересный. Красота. Тут камни, а тут живая изгородь, коридорчик такой красивый. Какие места интересные, что новое для меня. Туннель. Я, короче, там снимала, думала, пихта свисает. А это вообще непонятно, что. Вообще на пихту ствол похож. Может, она тут как-то деформируется, или, может, какой-то есть сорт такой. Просто какая-то интересная, не такая, как у нас. Странно, я просто такого не видела раньше никогда. О, какой лес, он весь прям мшистый. Тут просто все деревья во мху. Как красиво. Жалко, не передает камеру вообще ни капли. Просто, что вот эти деревья, они все зеленые, мшистые. О, какое дерево огромное. Все во мху. О, какая пещера. Ой, какой холодом веет. Вы не представляете, как жарко на самом деле. К пещере подходишь так хорошо. О, какая прохлада. Петя, поживем тут часик-два? Ой, какая огромная она. Ой, какая огромная она. Интересно. Ее выкопали. Как идти по воде. Плестит все так. Класс же. Блин, кожа отражается и как будто это, утонуть можно. Какой огромный. Точно сверчок, да? Вот вы где прячетесь-то, а? Да, тут идти, понятно как. В сапогах надо. Хотя нет, наверное, тут можно пройти, да? Да. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Пусть иди туда, как-то. Класс. На поколожке охота. Интересно мне там проходить. Красиво, да? Листит все. Ты точно придешь мне вот тут вода. Пусть иди туда. Пусть иди туда. Пусть иди туда. Пусть иди туда. Без этого-то никак, конечно. Люди, как всегда. Куда мы залезли? Сейчас я пролазила. Рюкзаки там оставили. С рюкзаками тут не пролезешь. Посветить, что там дальше. Сильно там узко. Класский коридор. Мы, наверное, пойдем, докуда получится. Посмотрим, что там дальше. Вот куда мы забрели. Сейчас посмотрим, можно там дальше лезть. Как красиво. Не, мы там не пройдем, да? Там нереально. Ну-ка еще посветить. Да, там пройти. Ну ладно, пойдем назад. Тут только скручившись можно идти. И вот такая вот лужа. Вот так вот и обходим. По краям. Хоп. 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 Тут, короче, только вот так в скрученное положение нужно выходить. Неплохо видно. Это же лужик какой-то. Ку-ку. О, комара большой. О, комараÄ. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА РУЖА. Ку-туру. 1-1. 1-U, 2-1. 1. 2-1. Фрэц. 1-1. 1. свет в конце тоннеля еще попрыгать надо прежде чем выйти это была средняя шакуранская пещера сейчас мы еще к одной шакуранской идем к сожалению камера вообще не передает какой интересный тут лес таких лесов я еще ни разу не видела не урыться бы пока снимаю по скользкой такие просто все мушистые деревья такой вот он зеленый вот так вот видно цвет реальный а как только поднимаю не передает цвета обратите внимание на этот камень как будто кто-то орет прям вот глаз туда листья нападали прям глаз получился вот нос и вот открытый рот голова такая очень крутой спуск мы сейчас к реке спустимся тут вот такой опасный проход натянута проволока за которую можно держаться тропа очень скользко я сейчас только что упала жопы прям на грязь корни скользкие земля скользкой а тут вообще обрыв вот это вход Русская огромная. Значит, это большая походу пещера. Вот и тут такой подъем. Скользкий-скользкий, мокрый-мокрый. Прямо ручей, прямо из пещеры бежит вода. Просто огромная, преогромная пещера. По крайней мере, вход огромный. Да, эта пещера вообще огромная, прям. Тут еще холоднее, чем там. Там просто прохладно, тут прям холодно. Мы там не пройдем. Мы там не пройдем. Вон вода какая. Там даже по краю не обойдешь. Там скалат откидывать будут. Жалко, да, не посмотрим, что там дальше. Если только разуться и босиком пройти. Ух ты, как вода отливала сейчас. Посвети на воду. Не, в ту сторону. Вот, 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 вот так. Класс. Ну, все себе как отливает. А вон там летучая мышь сидит на потолке. Вон она. В той пещере не было мышей. В этой есть. Вот как там. Там даже как туман небольшой от перепада температуры. Там как залывают что ли, какие-то звуки издает. Так заманивает туда пройтись, я бы прослась. Я не знаю, как тут вот эту лужу огромную пройти. Красиво. Отражается, как в воде. Видишь отражение? Вообще, как мы решили, короче, лазутся и не хотели посидеть, что там. Ну, вот так вот вода нет. Знаешь, что водила, смотри, выше колена, где меня показали. Вот она, может быть, это пещера, там прям забывает. Видите, да? Мы идем в воде. О, мы прошли в лужу здесь. Вот уже красивее намного. Такие вот прям тоже лужицы прикольные. Да? Угу. Спасибо. Спасибо. ничего себе такая вода вот мы сейчас решили все пройти все-таки посмотреть что лежит короче мы туда хотим очень пройти но мы боимся что тут дна вообще нет там только платья вода ледяная опасно очень еще куда-нибудь утопимся и все и не найдут нас в этой пещере короче мы решили не идти не видно вообще дна абсолютно камень тинули непонятно а 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 Медельная очередь, на вашем месте, я не знаю, что у Султана, что у меня есть. Мы такие селики. Узнание вина у нас было много интересного, что я не могу жить. Мы здесь не подробно подать. вон к мы ничего не знаем что там как там в пещере хотя бы знали в невидиме страшно идти и вода прям очень ледяная и в самой пещере прямо очень-очень холодно у меня даже кот стал свой вот за такое короткое время потому что там влажность высокая очень холодно вообще ноги отъединили пока я там по воде ходила там Петя еще обувается я там дальше обулась в басма но интересно прям вообще так хотелось дальше пойти что там посмотреть почему-то нам кажется что там водопадик небольшой зато сейчас на жару после такого холода на жару быстро согреемся такой выход из пещеры можно просто на жопе скатиться скользко очень спустились вниз от пещер к реке Шакуран ну после дамбайских рек это конечно просто речка там-то такие синие были на реке красивые бирюзовые вот здесь по-моему мне кажется передает даже камера какой тут лес дремучий красивый весь заросший такой и растениями в юнами вон и мхом такой необычный я такой только на картинках видела раньше вот какая заводь красивая вроде бы как там должен водопад быть и скорее всего отсюда должна вода тоже стекать то есть там падать водопад здесь стекать вода и вот сюда вот в эту заводь наверное тут тоже купаться можно ну когда водопад есть сейчас уже вода какая-то мутная грязная мне кажется но смотрится красиво оказывается это Джампал река а я Шакуран сказала а то та Шакуран она немножко в другой стороне бежит и походу одна в другую впадает вот эта впадает в Шакуран да я так понимаю наоборот Шакуран в эту но это что меньше размером по карте если смотреть так 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 Ух! Тут печенье такое в тюрьме. Ааа, хорошо тогда. Ух! Ух! Все, меня печенье понесло, дышим дождь. Поплыли дальше. Ух! 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 Спустились ещё к одному водопаду. Вернее, поднялись. Фота невеста называется. И тоже он пересохший, тоже его нет. Почему фата? Наверное, потому что он должен вот здесь бежать и стекать туда, где мы только что стояли. Вот это место. Внизу мы там стояли, я только что там снимала. Видимо, здесь должна вода бежать, и это типа как фата такая. Вот оттуда. Вот он сам водопад, которого нет. Здесь должен стекать. Короче, показываю вам места в Абхазии, водопады которых нет. Всё равно места красивее. Такие лианы свисают. Вот сверху то место, где мы были изначально. Первый самый водопад, где рядом река. Сверху интересно тоже смотрится. Вот тут он должен стекать, по идее. Сбегать, падать. Красивое место. Сбегать без воды. Там лежит камень, на сердце похож. Только сейчас заметили. Огромное такое сердце. Тропа идет прямо по краю, по обрыву. Там даже табличка предупреждающая есть, что можно упасть отсюда. И какие же шикарные деревья. Да, тут реально обрыв прям. Вот эти палочки не спасутся. Это мы теперь наверху этого фата невесты второго водопада. Это каскады, получается, идут одного и того же водопада. И вот туда мы сейчас пойдем, посмотрим, что там. Ничего себе, какой камень, какой вот этой грыба. Какие балконы природные. Как красиво тут. По идее, тут вода тоже должна бежать. Прямо где мы идем, вот здесь должна бежать вода. Мокро, скользко и опасно. Интересная штука. Как будто специально кто-то выпилил. Что рыба пила, нос такой, похоже потолок поддерживает. Рецепт. Это точно рай, еще птички так поют. В таких местах всегда появляется такое ощущение, что ты попал в какой-то потусторонний мир. И вот сейчас из-за красивых каменных клуб выйдет аватар, возьмет тебя за руку и поведет показывать свой чудесатый мир. Отовсюду начнут выходить и вылазить необычные животные, летать странные птицы и насекомые, появятся феи и другие добрые существа. И да, я однозначно их видела только с... Продолжение следует... Да, наверное, когда тут водопад, тут мега красиво. Как же тут красиво, необычно так, господи, только бы не упасть. Вот. 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 Ну как вот это могла природа создать, вот это вот, а? И вообще вот это все. И тут походу должен вот так вот водопад стекать. И здесь должны быть ванны. А посередине островок. Да, все совсем высохло. Но вот этого не стало менее прекрасным. Как будто клюв, смотрите, клюв, глаз и вот это сверху как гребешок что-ли какой-то. Вот оттуда мы пришли. Это водопад Шакуранский, которого нет. Очередной водопад без водопада. Место очень красивое. Такой огромный камень треугольником. Туда можно пойти. Сейчас пойду туда. Тут, конечно, мега красиво вообще. Даже и без водопадов очень красиво. Я такого ущелья в жизни не видела. Никогда не ходила к таким местам. И без водопада тоже интересно. Зато возможно больше возможностей ближе подойти. С водопадом не всегда же близко подойдешь посмотреть. Полазить не везде можно. Вот так все тут открыто, свободно. Вот предупреждающий знак, что тут опасно. Это вот только что где мы были. Ходили по этой тропе. Мы, короче, сейчас по тропе прошли. Там знак стоит опасный. Петя говорит, пойдем посмотрим, что там опасного. Ну, конечно, мне предлагать даже не надо. Дошли. Тропа просто по обрыву идет. Ее нет. Она закрыта. И приводит вот к такому. Ну, наверное, здесь должен тоже водопад быть. Из пещеры, наверное, вытекает. Наверное, здесь зрелище очень красивое, когда он тут есть. Ну, вот так здесь вот так. Вот такая вот тропа, которой нет. Вот по таким каменок она спустилась. Здесь вот за лианами надо идти. И получается вот так. Ай, еще вот эти вот такие колючие. Такой проход шикарный. А здесь нужно через дерево пролезть. Ну, в общем-то, вся тропа идет по такому обрыву, можно сказать. Невзрачный такой указатель на эту тропу. Уже даже облупился. А вот нормальная тропа, в которой мы обратно идем. Вот так внезапно просто. Думаю, что там шушит в лесу. А там лошадь пасется. Вот еще какая красивая. Шушитка. Что-то я со своей съемкой ее у меня отстаю постоянно петь опять. Убежал куда-то. Какая лошадь снимала. Мы, кстати, по другой вообще тропе пошли. Мы решили посмотреть, куда она идет. Куда нас выведет. Я уже есть хочу. Что-то вообще в желудке урчит. Прямо реально урчит. У меня с собой есть чипсы банановые. Хоть достать, погрызть, что ли, по дороге. Но из-за того, что поздно пошли. Мы уже переход делали. Мы сегодня вообще не планировали в Родиалку. Получилось, сделали переход и поели и пошли в Родиалку. А вообще вот эти места мы завтра хотели пройти. Решили сегодня. Вот и поэтому бегом-бегом. Все бегом-бегом. Мы, короче, опять пошли по тропе. Вот тут вот загорожено. Вот и колючая проволока. Плохо, наверное, видно. Мы прошли посмотреть, что тут. Вот тут вон что. Ну, туда можно сходить, посмотреть. Тут, наверное, тоже вода должна бежать. Короче, мы решили спуститься глянуть. Походу, тут должна быть прям вода хорошая. Потому что она же вымыла вот эти вот выборы. Такие дуры огромные. Туда должен водопад сбегать. Сейчас мы туда пойдем посмотрим. А сюда ходить нельзя. Там прям колючая проволока перекрыта. Как я всегда говорю, если очень хочется, то можно. Но это когда не касается какого-нибудь нарушения закона. Или там прям чего-то серьезного. Ну, когда это никому не навредит, кроме как тебе. Ого! Какая жесть. Это где мы были, получается, что ли? Или мы тут не были? А, да. Да, это где мы стояли. Где этот водопад школьницкий. Как он сверху по-другому-то выглядит? Там альпинистская тропа. Мы хотели сначала по ней пойти. А потом посмотрели, что там эти шлембура вбиты. Вернулись назад. Потому что она опасная очень звучит. Подошла тут с другого края посмотреть. Начуметь. Да. Очень высоко. Дерево, как вот оно так растет? Прямо на обрыве. Абсолютно на обрыве. Маленькая пещерка Мини. Пещерка Мини. Гномики там, наверное, живут. Точно. Подземные ходы гномичи. Гномы. Вы уже спите? Они вот такие. Спим, спим, не мешай. Я тут что-то кость нашла. Непонятно, чья. В этой гномичьей пещере. Кого-то они съели. И похоже на маленький череп коровы какой-то. Да? Или какого-то буйвола, не знаю. Мини. Интересный такой. Короче, там реально кто-то кого-то ест и туда таскает. Тут просто не видно. Вот, допустим, кость. Сейчас меня тут кто-нибудь съест. И туда дальше уже идет. Вот еще кость. Там вот, короче, еще кости. Сейчас меня кто-нибудь туда затянет. В этот вот город. И сожрет. Просто сожрет. Пошла я оттуда, короче. Не зря там колючая проволока. Они знают. Они кого-то прячут. Наверное, гномов. А я раскрыла их тайну. Вот такие ямы тут выбоины вернули. Прям огромные. Мы идем по этому каньону. По этому типа реке-водопаду. Он полностью дикий. Тут явно люди не ходят, потому что нельзя здесь ходить. Зато тем интереснее. Заросший весь. Короче, время уже восьмой час. Скоро темнеть начнет. Тут бурелом уже на тропе начался. И вот такие просто заросли. Я пошла здесь. Посмотреть, что дальше. Опять решил туда, в каньон спуститься. Там посмотреть. Мы сейчас примем решение, что нам дальше делать. Подсветили или нет. Потому что тропа прям жесткая. А скорость стемнеет. Она потом вова. Вообще, реально не пройдешь. Пусть тесала. Я ягодку нашла. Ну что, она какая-то невкусная. И еще одна. И еще одна. Ой, еще одна. Понятно. Это книженика, поэтому она невкусная. Она такая водянистая. Фу. Шутка. Короче, мы решили выходить обратно. Потому что там непроходимость. А уже дело ночи. А мы совершенно в незнакомом месте. В чужой стране. На тропе, на которую нельзя ходить. Такие дела. Мы решили выходить. Поздно уже. Поздно. Медведи вообще-то, шакалы, волки. Нам оно надо. Вот так идешь, вроде бы лес. Лес ведь. Вот тут заброшка. Прям вот в зарослях. Уже практически заросла. Ее не видать. А там где-то дальше поселок, в который мы идем. В котором мы остановились. Нам еще километра три, наверное, идти. Примерно. Вот моя тачка. На больше денег у меня не хватило. Тачка на прокачку. Ну что, потихоньку все восстановлю. Куплю там колеса, руль. И все. Кузов подцеплю. Нормально. И поеду. Что дело-то? Кабина есть. Это главное. Кабина. Конечно, мусор как всегда. Возле моей машины бросит. Совсем уже обнаглеет. Надо опробовать, пока руль не купила. Нормально ли мне тут будет. Ничего пойдет. Мне места хватит. Короче, мы уже пришли. Мы уже у палаток тут. Вот. Ну вот. Нас тут хозяин перехватил, угостил сыром. Такой вкусный домашний сыр. Так нам понравился. Вообще очень вкусный. Вином угостил. Прям настоял, чтобы мы выпили. Попробовали немножко красного и немножко белого. Домашнее прям вино. У него тут мед домашний продается, сотый домашний. Таньяк, вино белое, красное, сыр. Короче, что только нет. Можно все купить. Только тащить нам тяжело. Ну, может быть, что-нибудь возьмем, когда уходить будем. Вот. Такой хозяин хороший. Я позовусь. Мало того, что нам предоставил тут место. Еще и угостил всем. А хозяйка вообще предлагала нам поесть. Но мы сказали, что нам надо свою еду съедать. Так. У меня вот такая сублимированная картошка. Она вообще с овощами и рыбой. Но рыбы я тут вообще не вижу. У нее вообще ни капли нигде. И даже вкуса не чувствую. Там. Хотя сублиматы очень дорого стоят. У Пети вот такая картошка с котлетой. Он такую брал. Во. Белая ложка. Говорит, что нормально на вкус можно брать. Вот. И у нас тут местное домашнее вино. Мы тут сидим. Бухаем, можно сказать. Потихоньку. Шучу. Просто немножко вина домашнего решили выпить. Абхазского попробовать. Вот так вот ночью здесь. Конечно, почти ничего не видно. Но хоть что-то. Какие-то огоньки видать. Самое главное звуки. Палатка моя. Ой, короче. Такой сегодня насыщенный день для меня был. И мы решили делать переход. Я думала, мы просто весь день будем идти, идти. Переход этот делать. Вечером припрёмся куда-нибудь. Где-нибудь палатки поставим. В итоге всё вот так вот закрутилось, завертилось. Не, надежды, конечно, были, что нас подвезут. Особенно я очень сильно хотела, чтобы собаки от нас остались. Я прям крайне переживала. Не хотела, чтобы они к нам привязались. Очень тяжело было. Очень. Мне до сих пор прям больно про них думать. Про этих собак. Но ничего не поделаешь. Мы в чужой стране. И у меня вообще абсолютно нет связи. И вообще ничего. Короче. Я не знаю даже, что с этими собаками можно делать. Куда обращаться и всё такое. И вообще в Абхазии отношение к животным такое себе. Вот. И я не хотела, чтобы они ещё больше к нам привязались. Чтобы они далеко за нами ушли. И я больше очень сильно переживала. И хотела, чтобы они от нас отстали. В итоге нас подобрали военные. И, естественно, собаки с нами не поехали. Они остались там на дороге. Мы, благо, недалеко ушли от места их пребывания. То есть они туда вернутся без проблем. Там туристы бывают. Наверняка их подкармливают. Они наверняка привыкли к такой жизни. Вот. Про собак сказала, что хотела. Здесь мы на территории, так сказать, хозяйственной. Мне очень непривычно в таких местах ночевать. Потому что я никогда не ночевала на какой-то территории. Собственности на какой-то. Это первый мой опыт. И он тоже должен быть. В принципе. Чтобы знать, что к чему. Вот. И котик у меня почему-то до сих пор весь сырой. Влажность повышенная всё равно. Палатка немножко отсырела. Но не так сильно, как мы там у реки стояли. И котик сырой. Это ещё с того момента, как мы ходили в пещеру. И он там очень быстро намок от сырости и от влажности. Мы потом про эту пещеру почитали уже здесь. Петя почитал. У него есть скрины похода. Когда люди туда ходили, он сделал скрины заранее. Чтобы описание читать. И вот у него есть описание, где пишут, что в этой пещере по пояс вода. То есть, ну, я бы не пошла, наверное, по пояс. Потому что, ну, реально вода очень холодная. Прям крайне холодная. Там темно, ничего не видно, непонятно, что там в этой воде. Как-то немножко страшновато. Не, если бы я изначально знала, может быть, я и пошла. Но мы ж не знали, она не видно. Так. В общем, мы поужинали. Выпили по кружечке вина домашнего. Это прям надо было попробовать. Потому что вот люди, они прям сами его делают из своего винограда. И мы хотели прям попробовать. Вот. Они еще камьяк делают. У них есть свой мед. У них сыр домашний. У них, по-моему, чача есть. Но я не видела, чтобы она там стояла. У них там стоит то, что продается. Но, по-моему, они говорили, что есть. Вот. Вот. Сейчас разболтаюсь, короче. Все. По-моему, че домашний. Вот. 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 есть. в